Приходило на второй день. То ли я был вчера слишком добрый, то ли вы совсем ничего не поняли. Как-то вас много пришло, я именно приглашен. Я карался вообще не беру. Я вообще не знаю, что не будет. Они все это знают. Даже не сильно понимаю, зачем вам это надо. То ли Луконина живого не видела, даже засушенного. Не знаю. Так, давайте продолжим. Я вам обещал, что сегодняшний день будет более жестким. Это первое. Второе, что я обещал, что вы будете финансовая независимость. Поэтому давайте мы вернемся к некоторым важным вещам, которые нам понадобятся. Если вы помните, я рассказывал вам историю и говорил о том, что есть работа через продукт и работа через бизнес. Я рассказываю основополагающие принципы сетевого маркетинга вообще в общем. Из основополагающих еще, но могу дать вам некоторые характеристики компаний, как я их делю. Вообще, как я их делю? Я их делю точно так же, как делили те люди, которые меня в свое время учили, точно по таким же критериям, точно по такому же характеру. есть мошеннические структуры. Я понимаю, что большинству из вас будет обидно, досадно. Я еще раз говорю, я не исконечная инстанция, я не Иисус Христос. То, что меня учили, то, чем я прошел на своем опыте, потому что то, чем меня учили, я все равно делал, если вы помните, 94-й год, когда мне первый раз рассказали о том, что можно работать подбором через прожук, а не рекрутингом. Через бизнес. Дошел я сам до этого только в 2003 году. Я работал в этой системе. Когда я вернулся на родину, меня открутили в работу через бизнес, рекрутингом, научились жесткому рекрутингу. Я научился и работал. И сам был среди этих товарищей. Кто сюда попадает? Сюда попадают все матрицы и бинары. Все те, кто рассказывает про электронную коммерцию. Про интернет. Такой он замечательный, чудесный, что он позволит вам делать бизнес лучше, быстрее, мощнее и так далее, и так далее, и так далее. Все это не является правдой. Компании, которые предлагают, если брать по продукту, если не брать схему по продукту, которые предлагают финансовые продукты, такие как страховки, инвестиции, финансовые продукты. или услуги. Неважно, какого характера. Абсолютно. Последние два параметра. Если вас интересует финансовый продукт, кто занимается страхованием, инвестицией, предлагает через сетевой маркетинг, или такие-либо услуги, касающиеся образования, любого, изучения странных языков, образования финансового, вас будут учить, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Последнего пункта. Это запрещено ассоциацией прямых продаж. Можете выйти на их сайт. Если знаете английский, если не знаете, возьмите детей, они вам переведут. Запрещено продвигать через сетевой маркетинг финансовые продукты и услуги. В Америке есть компании, которые занимаются этим, пирамиды финансовые. Я вам объяснял, что государство не трогает тех, кто нарушает закон. До тех пор, пока эти люди не накопят очень много денег. Пока эти компании не накопят очень много денег, их никто не трогает. Когда они накапливают очень много денег, есть повод, обоснование законное, их накрыть и забрать их денег. А пока они не насосались народу от денег, какой смысл закрывать? Какой смысл бороться с плохим? Понятно, о чем я речь? Поэтому не рассказывайте мне, что компания давно работает в Америке, в Европе. Она может работать сколько угодно, пока она не насосется до такого уровня, что государство станет интересно их прихлопнуть. Оно прихлопывать их не будет. По правилам это запрещено. Если хотите обоснование, я вам могу объяснить обоснование. По правилам сетевого маркетинга, если компания, которая предлагает не головная компания, чьим именем чаще всего прикрываются в сфере финансовых продуктов. Говорят, есть банк, который существует 200 лет, или финансовая компания, или корпорация, который существует 200 лет. Она существует сколько угодно. Есть дистрибьюторская компания, которая строит сеть, продвигая через себя продукты. Например, страховки. Эти люди покупают страховки, деньги поступают в эту компанию, а в эту компанию они поступают не деньгами людей, а деньгами этой компании. У них имя меняется. Понятно? Вы отдали сюда деньги Пети, а сюда они пришли уже как деньги этой компании. По правилам, которые были выработаны борьбой с сетевым маркетингом, потому что государство все борется с сетевым маркетингом, потому что отличить пирамиду, финансовую махинацию от сетевого маркетинга очень тяжело. Очень тяжело. По этой причине китайцы запретили сетевой маркетинг в Китае. Полностью. Сначала запретили пирамиды, потом, так и не научившись отличать пирамиды от сетевого маркетинга. Не то, что не научившись, а очень тяжело. Люди очень легко верные, очень доверчивые. Можно спокойно спрятать пирамиду от сетевой маркетинга. То есть главный принцип признаки пирамиды, которые вы знаете. Верхний всегда зарабатывает больше, чем нижний и нет товара. Мы можем сделать товар. Можем делать даже так, что не будут. Только верхний зарабатывает больше, но при этом это будет пирамидой. Финансовая пирамида. И с товаром, и с тем, что верхний не всегда будет зарабатывать больше. Почему, я вам чуть позже объясню. Так вот, для чего додумались, собственно говоря, в ассоциации применять продаж? Вот если эта компания банкротится, что остается на руках у людей? Бумажка, которая своей ценности не имеет. Если сетевая компания нормальная банкротится, у людей остается на руках продукт, за который они заплатили. Но, есть сетевые компании, которые продают бизнес, возможность заработка. Страшная тайна, компания, работающая через бизнес, это финансовая мошенническая структура. Работающая через бизнес, это та, которая предлагает первоначально заработать. Продукт есть, но она предлагает людям зарабатывать, становиться богатой, предлагает финансовую независимость. Почему это мошенничество? Я вам потом чуть позже объясню. Но вот это абсолютно точные мошеннические структуры. они не просто финансовые схемы, это чистое мошенничество. Можно ли с помощью них бабки рубить? Можно. Абсолютно точно. Бабки с рубить можно. Поэтому они существуют. Их организуют люди, которые принимают нас с помощью этого бабки. Не те, кто их организовал, а те, кто еще в них участвуют. Дальше какие компании существуют? Существуют компании, я вам рассказывал, которые строят сети продавцов. Мы иногда сокращенно называем продажные компании, только они не в плане того, что они кому-то продались, а в плане того, что там продавать надо. То есть объемы, которые предлагаются приобрести, превышают объемы потребления, которые вам нужны. Понятно, о чем это речь? Значит, излишки нужно куда-то девать. Правда? Правда. И в этих компаниях, поскольку сетевой родился из прямых продаж, технологии существуют как раз из прямых продаж. Как продать продукт, обучают людей. Как закрывать сделку. Как брать людей деньги. Помните знаменитую фразу? Вы чем платите? Долларами или длинными? Это все из прямых продаж. Как продать продукт? Как продать человеку то, что ему в принципе не надо? Работа с возражениями. Это тоже из прямых продаж. Как человеку, который возражает, помните, мы вчера смеялись по поводу разговора с девушкой. Как сделать так, чтобы она согласилась? Ну и так далее, и так далее. То есть сети продавцов, компаний, которые занимаются, давайте так называемых, как их назвать? Камильвы и жоры. Камильвы и жоры. Здесь основной подвох для большинства людей заключается в том, что люди берут а продукт, который не заканчивается, объясняют, чтобы не заканчиваются продукты. Система очистки воздуха и воды. Вы купили один фильтр, вам второй нужен? Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Вы сколько собираетесь фильтров покупать? Для себя, для дома, на частой ли вы будете продавать. Понятно? Также те же самые, которые продают страховки, это тоже продукт, который не заканчивается. Вы страховку взяли, вторую взяли, третью взяли, сколько их будете брать? На десятый месяц будете брать страховку? Десятую, одиннадцатую? Соответственно, если вы ста людям продали страховки, чтобы сделать такой же товарооборот в следующем месяце, такой же, вам нужно опять сто человек, такой же, чтобы вырасти, вам надо даже больше. Понятно, о чем это речь? Мною любимая компания InVate. Считают, что у них продукт заканчивающийся. Она на самом деле мною любимая. Он у них долгоиграющий продукт. Долгоиграющий, по несколько месяцев. Соответственно, человек, который взял этот продукт и им пользуется, и сейчас их подоболен, в следующем месяце он не возьмет. У него есть уже. Линейка, правда, большая, но если даже надо выбрать всю линейку, потом-то он уже брать не будет. Он хотя бы кончается. Потому что фильтр так быстро не сломается, как закончится продукт MVE. И ассортимент в компании, которые работают с фильтрами и системами очисток, не такой большой, как в MVE. Это просто чуть-чуть будет мешать. Но это не смертельно. Поэтому MVE у нас белый список. Если кто-то из MVE отбежается, не отбежается. У нас MVE белый список. Итак, не заканчивай все продукты. Второе. Вы не сможете построить в такой компании дублицируемую систему. В продажной компании нельзя построить дублицируемую систему. Потому что продавать, желание продавать, и навыки сформировать можно только 10% населения. А дублицируемая система, ребята, это то, что может делать большинство. Не дублицируется. Если вам рассказывать, чем занимаются продавцы профессиональные в сетевом маркетинге, они обычно выбирают кучу компаний. Мы не научились продавать. Они выбирают эту компанию, эту, эту. Считают, что больше ассортиментов. Они говорят, у меня можно купить все. Визион, Гербалайф, Эмвей, Коралловый клуб. Все, что хотите. Вот что они умеют продавать. Им нужен очень большой. Вам не нужны баночки, у нас есть страховки. Не нужны страховки, у нас есть инвестиции, у нас есть обучение, иностранные языки. Все, что хотите. Они все продают. Более того, они еще знают черный рынок. Есть компании лидерские. Я помню, я вам вчера рассказывал, что где брать деньги для лидеров. Убрали эту часть. Ну, ступенчатую, начальную. Скидки убрали. И в уни-левел, помните, вчера смеялся, профессиональный вход есть, мотивация на большие закупки. Под события, под квалификации, типа профессиональный вход. И так далее, и так далее. То есть здесь ребята выкупают очень большие объемы. Причем, если вы думаете, что они только на себя выкупают, вы глубоко ошибаетесь. Они еще выкупают для квалификации, за людей. Понятно, о чем идет речь? То есть он свой объем купил, и еще пару-тройку человек, которого ему не хватало для квалификации. Помните, я смеялся по поводу этих картин? Две картины не хватает для квалификации, три картины не хватает для квалификации, и так далее. Когда человек набрал продукта, дофига и больше, он хороший лидер, ему не до продажи, ему надо сеть свою развивать. Как сетевик, типа крутой, как продавец, не очень. Что он делает? Возникает черный рынок, обычно вот этих компаний лидерских возникает, и у бинарных в том числе, возникает черный рынок, на котором можно купить продукцию, дешевле, чем в компании. Потому что человек, который затарился, которого мы темнули, он не может продать продукцию, он говорит, хоть какие-нибудь деньги мне верните. Если вы хотите разобраться, есть объявления такие в газетах, там, куплю гербалайф дешево, куплю визион дешево. Когда вы думаете, что вы вернете те деньги, за которые вы купили в компании, вы туда звоните, и говорите, я хочу продать. Вам, говорит, не проблема, мы купим. Вы такой радостный приходите, говорите, отдаёте продукт весь. Вам отдают полцены, даже меньше. Обычно 10, 15, 20, 25 процентов от той цены, которую заплатили вы. Вы такие, вау, потому что они продают профессиональным продавцам из этих компаний продукт дешевле, чем в компании, где-то обычно в два раза. такие есть чёрные рынки во многих компаниях. Ими пользуются профессиональные продавцы. Им легко продавать. А человек не купил, а продать не умеет. За 25 процентов отдал, эти скупщики отдают профессиональным продавцам. Там уже своя клиентура, там всё налажено, там всё хорошо. Я когда работал в Ипсуме, я пользовался коктейлями, они мне нравились коктейлями гербалайдистыми. В Долгань пришёл, пользовался коктейлями, пока Долгань не увидел, и говорит, ты чё, первый чек компании, пользуешься чужими коктейлями? Сделал свои коктейли. И когда мне гербалайдисты говорили, ой, давай ты у меня будешь покупать. Я говорю, родной, я знаю, у кого покупать. Он говорит, а по какой цене ты покупаешь? Я говорю, в два раза ниже компании. Это невозможно. Я говорю, не поверишь. В нашей жизни возможно всё. Он говорит, у вас компания там такая этичная. Я говорю, компания этичная, ребята. Люди, как были породы людей, так и осталось. С компанией всё хорошо. Поэтому я это знаю, не прослышки, как бы, и по Визиону, есть чёрный рынок там, и так далее, и так далее. По многим визионским компаниям есть чёрный рынок, где можно купить продукцию дешевле, раза в два, чем, ну, может быть, у кого-то меньше, в зависимости от того, кто как там устанавливает цены, наваривается, и так далее, в зависимости от рынка местного. Можно всё это делать. Ну, плюс ещё есть, как говорится, профессиональные продавцы, которые используют продажу всего чего угодно. Просто продают абсолютно всё. У них иногда попадаются очень такие тоже бросовые цены. Так что, если вы погуляете, решитесь найти, то вы можете очень сильно удивиться по поводу много чего как. Даже если вы работаете диетично, всегда находится кто-то, кто работает диетично. Потому что порода людей, говорю, не меняется. Попав даже в хорошую компанию, они ведут себя так, как они вели себя раньше. Понятно, отцом надо быть профессиональным. Не все это могут. Не у всех хватает характера и воспитания продавать. Так, как надо продавать. Те объёмы, которые надо продавать. Понятно? Вот. Вы сами прекрасно знаете, что есть профессиональные продавцы, которым не проблема продать. Но если вы посмотрите на топ-лидеров любой продажной компании, камеро-ижерской, вы увидите, что это не супер-продавцы. Хороший вопрос. Я вчера его говорил. Посмотрите на то, что делают ваши лидеры. Вот. Дальше. Есть компании, как я их называю, локальные. Локальные компании. Компании, которые занимают территорию области, района отдельной страны. Которая организовала чаще всего какой-нибудь бизнесмен, который никогда в жизни не занимался сетевым маркетингом. Либо сетевик, который буквально там, не знаю, 3-4-5 лет занимался сетевым. То есть он ещё ничего не понял сетевым. Но посчитал, что понял, организовала компанию. Продукция, неважно, какая там продукция. Цели развивать бизнес, понимание, как это развивать сетевой бизнес, у него нет. Либо цели, либо навык. Понимание всего этого. Поэтому такие компании локально работают. Работать могут очень долго. Продукция у них может быть хорошая, но построить большой товарооборот, большой. Помните вчера, что я говорил, что большой товарооборот? Большой начинается от 200 тысяч баллов. А очень большой от 500. Такие компании обычно плавают в районе, весь товарооборот компании большой. 300, 400, полмиллиона. Куда очень любят приходить добрые, светлые товарищи со старшего поколения. Потому что у них очень смешные принципы, типа надо продавать местное, то, что выросло здесь. Поэтому почему не трескают помидоры или бананы и все остальное никто не знает. Картошку ту же самую уважают. Даже постятся на ней не представляют. Их предки постились на каши с водой, а не на картошке. Нет, без мяса постятся, но на картошку. Языческую пищу трескают вовсю и считают, что они постятся. Ну вот. Вторая причина, почему они очень любят туда приходить, потому что они говорят надо поддержать отечественного производителя. Нефиг обогащать буржуев иностранных. Вот. Помните рекламный слоган, Щит рекламный. Девушки, не отдавайтесь иностранцам, поддержите отечественного производителя. Вот. Вот они такими забавными принципами по поводу поддержки. Все мы этим вещами занимаемся. А, да, я вам забыл еще одну смешную вещь. очень смешная вещь, это маленький ассортимент. Одно, два, три, четыре, пять, ну не больше десяти номинований продукции. Особенно хвалятся те, которые работают в районе, вот посерединке, в районе трех-пяти номинований. Они говорят, то есть, я всегда приказываюсь, люди говорят, много-плохо, мало-плохо. Есть люди, которые говорят, у нас большой ассортимент, хорошо, у нас маленький ассортимент, тоже хорошо. Ну, в принципе, это нормально. Знаете, рекламу смотрите, экономичной упаковкой считается очень большая упаковка и очень маленькая упаковка. И та, и другая экономичная. Так и у народа. Но с точки зрения бизнеса, маленький ассортимент. Если вы возьмете двух человек, например, давайте, чтобы опять же уравнять шансы, из компании МВей, у которого чек, допустим, 10 тысяч долларов, и взять человека, например, из компании Noni, я обещал Наташу вчера, что ли? Это и вчера. Сегодня не обещала? Сегодня не обещал. И если взять человека, допустим, с дескутом, если 100 тысяч долларов в чек, 10 тысяч долларов из компании, например, Noni, у которых одно номинование, СОД. То одинаковый чек 10 тысяч, 10 тысяч. Если вы сравните их товарообороты, то они могут отличаться в 5, в 6, в 7 раз больше будет у того, кто в ноне, чтобы заработать такой же чек. То есть ему нужно будет сделать в несколько раз больше работы, чтобы получить такой же чек, чем, например, в компании. Понятно? Значит, если я буду чьи-то компании называть, раз уж мы так говорили, значит, смотрите, я еще раз повторяю, заработать деньги можно в любой компании. И если я говорю хуже или лучше, это касается только усилий. Если человек построил товарооборот в гербалайфе, а вы в своей любимой компании его не построили, он будет больше вас зарабатывать. Это понятно? Если взять два одинаковых человека, надо представить, например. И один работает, например, в гербалайфе, а другой, допустим, работает, я не важно, в ноне, или в визионе, или в мвэе. Примерно два одинаковых, ну, как представить себе, склонировать. Это трудно, конечно, не бывает, двух одинаковых людей, но если так примерно представить, то усилия, которые они потратят на один и тот же доход, будут разные по компании. Понятно? Ясно, что вы видите? Поэтому давайте сидите и не обижайтесь на меня. Я и так, сволочь, знаю, согласен, поэтому можно с вами. Главное, что вы хорошие. Добрые, светлые люди. Вот. Вот вам, чтобы вы понимали, на самом деле, вот мы, когда работаем на рынке, мы сталкиваемся с сетевиками. Во-первых, потому что их легко найти. Они сами объявления дают, правильно? Правильно. Правда, они очень удивляются, когда они говорят, а в чем смысл встречи с вами? Мы говорим, познакомиться. Они говорят, понятно, а цель встречи в чем? Я говорю, познакомиться. Не верят, представляете? Мы на самом деле знакомимся. Почему? Потому что нам нужно понять. Сетевики бывают у нас трех категорий. Для нас, для меня. Для моей команды. Которые уже никуда не пойдут. И ничего менять не будут. Я это называю штабные генералы. Но если хуже, штабные крысы. Я объясню почему. Лидер, который что-то построил и боится это потерять, он все равно это потеряет. Потому что вы, если знаете закон развития личности, вы знаете, что у человека существуют только две коренные мысли. Все остальные производные мысли. Первая мысль от страха, вторая мысль от созидания. Понятно, что там, где страх, созидания нет. Ничего построить не удастся. Если у вас какая-то мысль появляется от страха, вы его и получите. Ясно, о чем я отвечу? Ну, хорошо, давайте я по-русски буду говорить. Для того, чтобы получится что-то. Потому что не получится. Ничего. Я понимаю, что с русским это гораздо сложнее. Я так как-то прикалывался, я говорю, ребят, туалетная вода это для запаха, а не от запаха. Вот видите, опять смеются не все. Потому что очень тяжело перевести с русского языка на русский. Правда? Вот. Ладно. Это люди, которые уже никуда не пойдут. И не готовы ничего менять. Они держат свою сеть, потому что знают, что если они пойдут, за ними никто не пойдет. Чаще всего именно в этом истории. И есть люди, которые еще никуда не пойдут. Я обычно называю это, говорю, время цветов. Знаете, такое выражение есть? Вот на востоке. Время цветов. Это когда вы детьми занимаетесь. То есть это еще не плоды. Это еще цветы нашей жизни. Поэтому они говорят, когда занимаются детьми, они говорят, время цветов. У меня время цветов. Я занимаюсь детьми. Красиво, Наталья, правда? А вы думаете, что вы детей воспитываете? А они, у них время цветов. Поэтому так забавно все это происходит. Представляете, во времена Ивана Грозного нас было одинаковое количество с китайцами. За каких-то несчастных 400 лет мы начали вымирать, а они стали жутко размножаться. Подпятывайте. Я давно предлагал, еще на заре, когда я был наивным сетевиком, я говорил, давайте будем алкоголь по сети распространять. Или секс-услуги. Построим спошедшую компанию. Ты и первый ничего. Потому что товар-аворот может сделать большой, а самому пить очень мало. Потребительский объем. Представляете, если сейчас вся моя организация выпит по 50 грамм. Представляете? Я пищу небольшой процент с этого. Хуже им не будет, только веселее работать. Я думаю, с 50 грамм, конечно, им не будет весело работать. Поэтому товар-аворот можно поднять в два раза, легко и просто. у нас в странах, у наших странах всяких проблем никогда не было. Меры у нас есть. Кто же ее знает? Кто же ее выбирает? Ладно. Это, короче говоря, люди, которые еще не понимают. Это новички, которые восторжены, которым нравится все, что это. Первая компания, первая любовь. Пока все женщины хорошие. И так далее. Их тоже трогать не имеет никакого смысла. Этих не имеет смысла трогать, и этих смысла не имеет никакого трогать. Потому что, если вы им начнете рассказывать про сетевой маркетинг правду, они вообще из него выйдут четко. Я почему вчера был добрый? Потому что, когда я рассказывал в Киеве первый день, Слава мне сказал после этого Чайкер, первая малиня, он говорит, Леша, ты можешь помягче, а то многие уйдут вообще из этого маркетинга. Я поэтому думаю, надо помягче, потому что я тоже был когда-то таким зайкой. Белкой, заблезубой. Ищущий орешек. Вот есть средняя часть. Кстати, эти люди еще у нас на Жагоне называются пехота. Пехота, пехота. Пехота называется. Есть штабные генералы, грызуны. И есть, потому что лидеры, это не тот, кто со сцены выступает, лидеры, кто на поле работает. И есть, соответственно, пехота. Есть некоторая категория людей, которые готовы разбираться. в чем-то и с чем-то. Вот с ними мы и разговариваем. А как мы это понимаем, кто из них, кто знакомимся? Мы сели, познакомились. Если человек, мы понимаем, что он уже, или еще, мы говорим, всего доброго, до свидания встали и ушли. И в тропе все равно никого смысла не имеет. Но подписать их можно, а дальше с ними дело. Там же не проблема подписать. Вопрос, как его запустить. Как сделать так, чтобы он рос. А для этого он должен сам хотеть. В этом опять же смысл на отборе. Понятно, о чем это речь? Отбирать надо. Я буду стараться быстро. Я даже постараюсь уложиться меньше, чем на два часа. Без потери качества. Понятно, что такой маленький ассортимент, кем я говорю, что это компания. Чтобы это хотя бы ориентируется, кто вас заносит куда-нибудь, а потом вы не понимаете, почему у вас сложно получается. Локальные компании тоже понятно, что это такое. Работать там можно, дополнительный заработок, какие-то деньги можно зарабатывать, но про сотни тысяч долларов и так далее, речи быть не может. Такие еще компании есть. Кстати, к мошенническим компаниям я отношу компании с так называемым экспотенциальным ростом. То есть компании, которые продают экспотенциальный рост. Типа мы быстро и мощно развиваемся, ребята, у нас взрыв бизнес. Что бывает после того, как земля поднялась в воздух от взрыва? Она падает вниз. Правда? Да. Потому что когда это продается, я вам объясняю даже без врыва, когда это продается, быстрый, стремительный взлет. Всем продается то, что нужно попасть в начало. И как только этот взлет заканчивается, если вам рисовать обычную маркетинговую кривую, она идет вот так. Площадка, спад. Площадки могут быть разные в зависимости от условий. И потом идет такой уже плавный, спокойный рост. Это если все позитивно. То есть компания выходит на рынок. Экспотенциальный рост, площадки пошел плавный рост. Это если все хорошо. Но во многих сетевых компаниях так не происходит. Почему? Люди, которые сюда пришли, были заряжены на определенный темп роста. Как только он заканчивается, они ищут следующую новую компанию. И поэтому все, что вы пытаетесь здесь сохранить, вы не можете, потому что все ваши люди пришли на новизну, на взрыв, на новую компанию, на начало, на инновацию, на все остальное прочее. Поэтому я их тоже отношу к мошенническим. Они эксплуатируют нестабильную идею. Ясно, в чем здесь речь? Можно ли нам срубить деньги? Можно, если вы в начало попали. Можно ли из этого построить долгоиграющий бизнес? Нет. Точно так же, как вы людям говорите. У нас покупать не надо. Вы не строите сети, с тех, кто покупать ничего не будет. Или у нас квалификации держать не надо. Опять же, моя любимая компания Эмбель. Я обожаю у них квалификации. Серебряный, золотой, платиновый. Товарищ, который год не может сохранить товарооборот. Только определенное количество месяцев. И здесь считают, что человек совершенно нормально. Не сильно понимает, что получает талон с товарооборотом. Человек 6 месяцев держит, 6 месяцев не держит. Или 3 месяца держит, 3 месяца не держит. Калификация есть, а чек падает. Много всяких вещей, которые люди не сразу загоняют. Так, что у нас еще есть? У нас есть еще лидерские компании. Лидерские компании, это компании, которые имеют… Помните, я вчера вам говорил, не путайте, пожалуйста, работать через продукт и культ продукта. Нет, вот эти вещи. Они очень похожи. Просто есть люди в компаниях, которые влюблены в продукт. Очень большое объемы потребления, продукт хороший и так далее, так далее, так далее. Есть лидерские компании, которые с таким продуктом. Там сильный культ потребления, но работают они все равно через бизнес. Не все понимают, что такое работать через бизнес. Знаете, это бывает смешно. Я же говорю, давайте так. Первая мысль, которая возникла у вас в голове, глядя на человека. Что вы ему будете предлагать? Продукт или бизнес? Даже не все сразу соглашаются. Они говорят, ну все равно я расскажу ему о продукте. Я говорю, понятно, что все равно ты ему расскажешь. Что ты ему хочешь предложить, первоначальник? У тебя же написано в твоей книжке, которую я обучаю. Если человек сказал нет, тогда предложи ему продукт. Это работа через бизнес. При том, что культ продукта хороший и сильный. Но лидеры или те, кто зарабатывает больше всего денег в этих компаниях, они не занимаются. Все равно культом продукта и не занимаются продажами. Они все равно занимаются мотивацией на обучение, на события. Продавая события как обучение. Невозможно научить никого со сцен. События нужны, но у них совершенно другая нагрузка. События занимаются энергией и события занимаются корпоративной культурой. Ценности этой группы товарищей прививают. Понятно? И энергию дают. Но нельзя со сцены людей научить, потому что знания можно передать, а навык нельзя рассказать. Навык может только отработать. Понятно, что нет речи? И вот. Я вчера вам рассказывал, что существуют MLM, существуют прямые продажи, существует MLM и существует сетевой маркетинг. Они так и развивались. И иногда тащат принципы работы прямых продаж, притащили в MLM. Вначале это было не страшно, потому что ступенчатый маркетинг это сеть продавцов. Но дальше, когда в сетевой тяну принципы MLM и принципы прямых продаж, это абсолютно неправильно. В сетевом маркетинге не должно быть продавцов. И нельзя заниматься никакими ответами на возражения, никакими закрытиями сделок и всем остальным прочим. Почему объясняем? Я, например, сейчас все привожу, и ему понятно. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы читали в книжках, да? Вам понравилось кино, вы о нем рассказали. И люди захотели, помните? Да. Если вам понравилось кино, и вы о нем рассказали, от души, то люди, может быть, ваши знакомые пойдут. А теперь скажите, пожалуйста, а если они знают, что вы промоутер фильмов в этом кинотеатре, и вы им рассказываете о фильме. Да? Пойдут они? Могут не поедать. От души. Промоутер фильмов делает не от души, он делает это за деньги. Он на этом деньги зарабатывает. Понятно, что он может проехать от души хороший фильм. Он зарабатывает там, в хороших фильмах-то меньше, а зарабатывать ему нужно всегда. Правильно? Ну, не вышло в этом месяце хороших фильмов. Он что, останется в этом месяце без заработка? Нет. Он пойдет рассказывать о том хорошем, что есть из плохого. Соответственно, что произойдет? После нескольких походов в кино, мнение этого товарища о фильмах перестанет для вас иметь значение. Правильно? Или неправильно? Что происходит с вашими близкими? После очередного дня рождения, похорон, я вчера смеялся по этому поводу, помните? Они перестают вас приглашать на дни рождения, на похороны, на похороны, на свадьбы. Стараются держаться от вас подальше. Правильно? Да. Сетевой маркетинг – это сеть потребителей, а не сеть продавцов и лидеров. Я вам вчера это рассказывал. Это сеть потребителей, а это сеть продавцов или лидеров. Это только продавцы, без такой сети. Практически там маленькая сеть может быть. А вот. А это потребители. Потому что потребитель не заинтересован в финансовом результате. Но если потребителей очень много, то получается интереснее эффект. Потому что потребитель не всегда, не каждый потребитель, и не всегда, когда его приспичатся, помнит, потому что он посмотрел хороший фильм. Правильно? И когда этих потребителей очень много, получается, что в единицу времени каждую секунду кто-то из них кому-то, не каждый из них, кто-то из них, но каждую секунду кому-то что-то от души рассказывает без всякого финансового интереса. Понятно? О чем история? Получается очень интересное развитие. До совершенно других принципов. Но это отдельная история. Мы сейчас в это погружаться не будем, мы остановимся на другом. На самом главном. Мы остановимся с вами на финансовой независимости. На том самом орешке. Для соблезубой белочки. Отбором и рекрутингом. Через продукт или через бизнес. Давайте сначала разберем то, что вам понятно. Потому что все этнические, я вам всегда рассказывал, пишут только об этом. О работе через бизнес. Все техники, методики, как вам предложить бизнес, свободу людям предложить, и так далее, и так далее. Давайте разбираться, почему это не ведет... Вот это не ведет к финансовой независимости. К деньгам ведет. К деньгам. Стабильности нет. Если вы думаете категорию денег, вы, скорее всего, будете работать вот так. Если вас уже чек не сильно волнует, а волнует стабильность, вы будете работать другим образом. Если компания вам позволит это сделать. Потому что мы чуть позже разберемся с этим вопросом. Итак, почему? Вы позвали 100 человек зарабатывать деньги. Я вам рассказывал. В обществе существует 5%... Ну давайте не так, как вы привыкли. В той схеме, к которой вы привыкли. Я вам вчера ее давал. Квадрат денег этого потока. Работа, предпринимательство, бизнес, инвестиции. Здесь 95% людей. Вот здесь. Здесь 4% людей. И здесь 1% людей. И, соответственно, вот это все, это 5% людей. Помните? Я вам вчера помню. У нас вопросы подбираются, которые называют тест на идиотизм. То есть вопрос какой подбирается? Хотели бы вы больше зарабатывать? Мы берем любого человека из этой категории, который никогда в жизни не будет заниматься предпринимательской деятельностью. У него психология другая. И он психологически не будет это делать. Но он хочет зарабатывать больше денег. Он на этот вопрос скажет да. Хотели бы вы иметь еще один случай дохода? Да. Хотели бы больше денег? Да. А хотели бы их быстро? Конечно. Конечно, очень быстро хочу. Соответственно, им продают идею, что MLM это система быстрого обогащения. Быстрого получения финансовой независимости. Практически любой это может сделать. Может сделать любой. Но не все это будут делать. Эти люди никогда не будут заниматься предпринимательской деятельностью. Нельзя повесить ярлык на какого-то конкретного человека, но статистика будет неумолима. Потому что она не меняется всю эпоху существования человечества. Потому что она построена на природе человека. а не на общественной экономической информации. Соответственно, вы набрали 100 человек. Из них 95% 95 человек, которые никогда не смогут заработать денег. Если вас это не устраивает, такая трактовка, не верите вы в природу человека, что она меняется якобы, давайте по-другому. Объясните мне, пожалуйста, финансово, чтобы заплатить деньги производителю, компании и комиссионные, к 5% людей, где взять деньги, чтобы дать им тем, кто их отдал. Хотя бы вернуть. Их деньги ушли. А в компании не стоит печатающего станка, который допечатывает деньги. Ни финансово, ни математически, вы не сможете дать деньги 95% людей, даже те, которые их заплатили. Даже ту же самую сумму, не говоря уже про большую сумму. То есть деньги этих людей, оплаченные деньгами вот этих людей, которых потеряли. То есть, в принципе, работая через бизнес, мы строим счастье на несчастье других людей. В той или иной степени. Своё счастье на несчастье других людей. Мы зовём, не сильно понимая, что такое отбор, дифференциация и всё остальное, зовём людей зарабатывать деньги быстро, легко. Посмотри, рассказываем правдивые истории, про людей, которые уже заработали, и так далее, и так далее, они, вы верите сами в эти истории. Это же правда? Правда, вы этих людей знаете лично. И о них рассказываете. И зовёте людей. А 95% людей никогда не будут зарабатывать. Соответственно, они уйдут. И когда они уйдут, это вызовет определённые финансовые трудности у пехи процентов людей, которые их зарабатывают. То есть они будут зарабатывать деньги. Значит, что будут делать эти 5% людей? Набирать следующих товарищей. Финансовая схема нормальная, как стабильная схема. Нет, потому что вы постоянно будете набирать уходящих людей. Если вы постоянно пополняете выбывших, деньги и товарооборот есть такой же, как и был. Если вы ещё больше будете набирать, товарооборот будет расти. Но если вы остановитесь, поедете путешествовать, то 95% людей свалит из вашего бизнеса и человек упадёт на 95%. Понятно? Товарооборот упадёт на 95%. Ясно, о чём нет речи? Ясно. Но это ещё не самое страшное. Самое страшное впереди. Страшное начинается в том, что 5% я вчера об этом говорил, как по глазам понял, что многие не понимали, о чём я говорю вчера. Многие глаза были, знаете, такие, типа, ну я ж так и работаю. Лёха, блин, вот спасибо тебе огромное, что я ж правильно работаю. Вот, так вот, смотрите, что происходит. 5% людей, которые будут заниматься предпринимательством, это 5% в стране, в любой стране. Это построено на природе человека, а не на том, развитая страна, цивилизованная страна, не цивилизованная. То есть те же самые цифры в Америке и в Индии. Колебец у нас только средний класс. В развивающихся странах среднего класса мало, в развитых странах среднего класса много. А бедные и богатые в той же самой пропорции. Не меняется. Так вот, представьте себе, что это не только страны, это ещё и город, там та же самая статистика. Город, например, Харьков. Например. Можете сами взять и посчитать. Давайте возьмём не город Харьков, а город с населением 100 тысяч или район с населением 100 тысяч. Потом сами умножайте на население своего города. 100 тысяч человек. Мы с вами разбирались. Это предприниматели вообще. Туда входят и большие, помните? Предприниматели, бизнесмены, инвесторы. Вот 5%. Туда входят и большие бизнесмены, и маленькие, и те, кто на рынке, и те, кто коммерческие агенты, и те, кто агенты по недвижимости, и сетевики туда попали, представляете? Но по сетевикам официальной статистики нет. Поэтому я предположил, что, наверное, их меньше 1%, но чтобы не пугать сетевиков, сказал 1%. Помните? А людей, которые способны работать в каком-то одном проекте, я сказал 0,1%. Давайте мы посмотрим. Вот 1%. Вот 1%, тысяча человек, 0,1%, 100 человек. 100 человек, которые готовы работать в конкретной сетевой компании, сетевиками. понятно? Понятно? Из района или населения города в 100 тысяч человек. Первый, кто пришел, он получил какой-то чек. И своим чеком привлек остальных. 99. Последние, которые пришли, смогут получить его чек? Нет, не смогут. Они смогут зарабатывать деньги, продавая продукцию. Но построить такой же чек они не смогут. А их звали на этот чек. Им же рассказывали именно эту историю. Понимаете, о чем это речь? Или не очень? Что произошло? Нарушение ожидания. Я так понимаю, что вам больше интересно, что здесь происходит. В принципе, мы можем вместе посмотреть. Мне правда не сильно интересно, но раз вам интересно, я должен уважать ваши интересы. Можем посмотреть? Так вот, произошло нарушение ожидания. Что происходит с людьми, когда происходит нарушение ожидания? Для этого есть русское слово, не знаю, как в украинском языке, называется облом. Правильно? И чек уходит. Это касается, это очень важный фактор. Запишите себе, пожалуйста, те, кто собирается продолжать заниматься тем, чем занимался. Перерекламирование продукции с целью ее продажи. Перерекламирование результатов перерекламирование. Это, грубо говоря, когда вы заявляете, что продукция работает всегда. На всех. Все на всех никогда не работает. Даже что-то на всех никогда не работает. На дорогую продукцию есть свои покупатели, на дешевую, на качественную, и не поверите, даже на некачественную продукцию есть свои покупатели. Вы не поверите, но если бы вам дали больше денег, больше денег, то вы бы не покупали сейчас то, что вы покупаете себе. Правда? Да, ребят. Поэтому, когда мне люди обычные говорят о качестве, им всегда смешно. Это не та категория электро может рассуждать о качестве. Она может рассуждать о соотношении цены и качества, но о качестве нет. Потому что это то, чем вы пользуетесь, и то, что вы покупаете на покушать, на одеть, на пожить, и все остальное прочее. Это грубо называется на пожрать. Знаете, есть такие люди, которые за пожрать живут? Знаете? Да, вот. 90%. Вот это не те ребята, которые покупают то, что они хотят покупать, а то, что могут. Но мы сейчас не об этом. Так вот, что происходит? Мы информационно, потому что вы не сильно понимаете, что когда вы продаете бизнес, вы работаете не на рынке продукта, а на рынке труда. А рынок труда ограничен 5% предпринимателей вообще, 1% тех, кто готовы заниматься сетевым, но точно статически нет. И каким-то процентом еще меньше, тем, кто готовы заниматься чем-то, например, здоровьем, или электронной коммерцией, или там никаких баночек, нам нужны финансовые продукты и так далее, и так далее. Понятно? Нам эта система не нравится, старая, где надо строить, нам нужна быстрая система, глинарчик там, или еще что-нибудь. Это просто. Двух человек подписал, больше ничего не делаешь, тебе с мусором набросают. Распилотер. Итак, значит, понятно, о чем идет речь? Вы плавненько, имея продукт, переместились на рынок труда и работаете уже на нем. А это другой рынок, ребята. С другими законами. Я еще раз говорю, 5 процентов, еще меньше сетевики, и так далее, и так далее. Когда вы этот рынок исчерпаете, то, что я вам вчера рассказывал, почему традиционщики над нами смеются. Они-то работают через продукт, им в голову не приходит такая сумасшедшая идея, как нам, после компании Nuskin, работать через бизнес. Представьте, кому-то в кафе пришла идея звать людей зарабатывать деньги в кафе. Вы пришли, говорите, я хочу зарабатывать деньги. Что делать надо? Кофе пить. Помните вчерашнюю историю, да? Вот. Классно, пьете кофе. Месяц заканчивается, говорите, где мои деньги? Хозяин говорит, я получил. А вам, чтобы денег заработать, нужно найти других, кто хочет денег заработать. Вы пошли, нашли других, кто хочет денег зарабатывать. Ну, это же простая вопрос. Денег хочешь? Да, пошли со мной. Приводите его. Он говорит, что делать надо? Кофе пить? Кофе классно может быть. Может быть классно, дело не в этом. Кофе может быть чудесным и замечательным. Вот. Он пьет кофе, заканчивает смесь, он говорит, где мои деньги? Вы говорите, я получил, хозяин получил. А тебе надо найти других, кто хочет денег зарабатывать, он говорит, понял, пошел, нашел других, кто хочет денег зарабатывать, привел и так далее. Пока не кончатся все те, которые понимают, что деньги надо зарабатывать, а получать они их не будут. И тут все 95%, которые не предприниматели, свалят оттуда. Как только они свалят, потому что они денег хозяина не получили, они начнут уходить. Что будет происходить в городе с населением 100 тысяч? Называется на шарпоне выжженная территория. В этом городе вы уже не сможете построить никакого бизнеса ни с каким замечательным продуктом. Нет, продавать вы его сможете. Дополнительный заработок у вас будет. Но построить дистрибьюторские сети не получится. Несколько. Все, исчерпали. Но есть хороший выход. Можно приехать с новой компанией туда, с новым названием. Можно изменить название в своей компании, сделать реструктуризацию. Можно по-другому назваться, например. Был Herbalife, теперь это Wellness. Между этим был Институт Красоты и Здоровья. Все нормально. Можно по-разному все называть. Боль на выдумке хитра, мы поменяли название и пришли. В Wellnessе вы были. В Wellness не даже в компании. Мне когда первый раз рассказывали, я думаю, что такое, ни разу не слышал такой компании на рынке. Я говорю, конечно, я хочу познакомиться, встретиться, я такой прикажу, на имени Зайка. Мне начинают рассказывать. Я посмотрю, там значок такой, думаю, где-то я тебя видел уже в листочке. Ты личничек. Я говорю, ты гербалай что ли? Нет. Я говорю, почему я очень люблю гербалай? Тогда гербалай. Но переродившийся, я говорю, понял. Но смеяться можно, в принципе, только над собой. Потому что я этим занимался много лет. Здесь я этим занимался. Так вот, эти люди начнут уходить. Потом идут их спонсоры, потому что они ничего не получают. И все это начнет сжиматься. До какого уровня начнет сжиматься? До тех пор, пока не останутся те самые ненормальные фанатики, которые будут как раз в таком соотношении. 5 тех, кто зарабатывает, это 95 тех, кто трескает продукцию. Ну или использует. И это остановится. Но совершенно не на этом объеме. Конечно, вы можете поехать в другой город. Но для этого надо иметь деньги и навыки. И не все смогут поехать в другой город. У них нет на это ни денег, ни навыков. Если вы будете быстро проскативать города, то быстрее, чем они обваливаются, то вы сможете тащить свой человек вверх постоянно и своим флагом привлекать все новых и новых по разным городам членов братства сетевого. Потом вы исчерпаете страну. Ну ничего, шар большой. Можно пойти по другим странам. И эта песенка может тянуться очень долго. Но там, где люди остаются на местах, они будут вам звонить и говорят, что у нас объемы падают, квалификации падают. Вы это будете сами видеть. Будете приезжать, их мотивировать. И будете видеть их глаза. Знаете такие глаза? Когда вы едете через лес ночью, и вдруг свет спарта попадают в глаза оленя. Знаете такие? Никогда не получалось? Да, да, да. Вот примерно. Ой, мама, мне конец. Удивленные, испуганные такие. Знаете? Своих я не видел. Только оленя. Не переживайте, он остался жив. Соркий сугол успел увернуться. Но взгляд у меня остался. Его. Ну если вам больше нравится, я часто говорю, глаза плывущего спаниеля. Глаза, дистрибьютор, где-то в регионе. Стойкий такой. Держит флаг. Уже все кругом трупы такие. Полегли. Он держит флаг. Глаза, говорит. Forever. The best. Уважаемые. На самом деле, уважаемые. Когда мне говорят, там типа, там, в визионе, там, 12 лет. Я думаю, мама моя родная. Динозавра столько не жил. Вот. Или там, в Гербалаеве, там, 15 лет. Я говорю, о, хочу, хочу встретиться, пожать руку. Вот. Это практически малая земля. Герой Украины или России по этому виду бизнеса. Вот. Лава богу, что не по смерти. Ну вот. Ясно, что будет происходить? Соответственно, ребятки, есть еще одна нехорошая история. Она связана, знаете, с чем? Что, в принципе, люди, которые все это организуют, точнее, люди, которые во всем этом интересуют, они добрые, светлые люди. Очень добрые, очень светлые. просто очень доверчивые. Непрофессионалы. Вот вы же знаете, что есть иллюзия, например, хочу быть врачом. Кто хотел врачом быть? Честно. Есть несколько человек. А кто из вас врач после этого? Есть один человек врач. Кстати, отличается, да, от того, как вы представляли себе профессию врача и потом, какая она на самом деле, да? А учителями, кто хотел, мечтал быть и стал учителем. Есть такие люди. Ну и как соотношение между тем, как вы себе представляли, сидя с другой стороны баррикады, в классе, что такое профессия учителя и сцены, что мы с чем и столкнулись. У нас в авиации есть такая маленькая, ну я вам ее в красивых словах, не в чистом, не в подлиннике вам ее. Сейчас переведу на нормальный язык, приличный. Кто видел небо на Ильву ни на конфетном фантике, кого дерут как нас, дерут тому не до романтики. Понятно, о чем тут речь? Есть по этому поводу анекдот. Знаете, когда сетевик умирает, попадает в Петруль Павлов, и мы говорим, ты куда хочешь, в ад или в рай? Он говорит, ну, а можно посмотреть, что там, перед тем, как выбор сделать? Попробовать продукт можно? Мы говорим, можно попробовать продукт. В рай пропускают, там все ходят, благостные молитвы читают, на высокие темы разговаривают, он говорит, как-то все это скучновато. Мы говорим, давайте в ад, в ад его спускаем, там вообще просто девки все резвятся, все там балаганы, пьянки, все классно, все веселье такое полное, еще все классно вообще. Он говорит, фух, возвращается, говорит, как же в ад? Двери, ваше решение. Вот, попадает он в ад, двери открываются, черти его на вилы хватают, и в чан. Вот он, ребята, а где же девки, где пьянки? Он говорит, это была презентация. И вот, значит, собственно говоря, поэтому надо кушать продукт, чтобы, не дай бог, не улыбить. Ну вот, понимаете, во всей этой истории, во всей этой истории, чем-то это напоминает, была в моей практике одна такая вещь, я не хочу вам ее рассказать, как она у меня была, но я хочу вам рассказать, как это происходит у людей. Чтобы вы почувствовали, на самом деле, что это такое. То, что чувствовал я, потому что, когда я говорил, когда мне было плохо, я стал толстеть, у меня началась экзема, потом мокрючая, потом псориаз, и вы не сильно, на самом деле, понимаете, как это вдруг так, зарабатывая много денег, будучи первым человеком, зарабатывая несколько десятков тысяч долларов, можно вдруг по поводу чего-то опечалиться. Чтобы вы поняли, что чувствовал я, я вам расскажу. Потому что я это пережил в реальной жизни, а я вам просто расскажу картинку. Вот представьте себе, что вы командир, молодой, которому дали 100 бойцов. Все те же самые 100 человек. И говорят, ребята, надо высоту взять. Вы строите перед собой 100 человек, говорят, ребята, высоту надо брать. Речь им толкнули такую. Зачем, ради чего и побежали. Высоту вы взяли. Только на вертонов положили 95 человек. У вас осталось 5 человек. Вы говорите, ну ничего страшного, нам пополнение придет. Приходит новое пополнение. Следующая высота. Вот опять осталось 5 человек. Приходит новое пополнение. Вы берете следующую высоту. Остается 5 человек. Вы речь толкаете, опять штурмуете. Так вы думаете? На 20-й или на 100-й раз. У кого как? Когда новую построится, 100 человек, вы им речь соберетесь толкать, а потом посмотрите в глаза и поймете, что к вечеру 95% из них не будет. 95% из них не будет. 95% из них не будет. То это самое. Помните, помните, какой ценой завоевано счастье? Помните, у этих 95% людей были семьи, дети были. Они на них рассчитывали. Они в них верили. А мы их положили. Ради светлого будущего. Как всегда. Вот. В принципе, это то, что я хотел вам сказать. Больше мне нечего вам сказать, ребят. Нет, ну я могу часами разговаривать. Вот. Но я думаю, что вы столько не выдержите. Если вы хотите, чтобы я вам рассказал, как вот здесь работать, я могу рассказать. Я могу сказать, какие навыки нужны здесь, какие навыки нужны здесь. Здесь нужны навыки. Помните, как в собачьем сердце? Вы, шариков, чушь говорите. Но хуже всего, что чушь, вы говорите, безапелляционным образом. Вот надо научиться говорить что-то безапелляционным способом. Уверенно это называется. Уверенно. Вот. Если вы уверенно научитесь разговаривать, то все будет хорошо. Называется это мотивацией. Красиво. то есть вам это нужно отрабатывать. Отрабатывать навык. Навык. Спросите меня, как? Не скажу, потому что, нет, я знаю, но вам нужен навык, а не знание. Поэтому это нужно отрабатывать. мне в свое время ребята объясняют, они говорят, типа, ты вот сможешь людей из окопов поднять? Я говорю, ну, наверное. Говорил им, орал, мотикался, не вылазил. Потом как-то сказал, они вылезли. Я только поймал некоторый такой моментик. Поймал называется. Долго-долго не вылазили. Потом поймал момент, когда они вылезли. Вот. Навык появился. Почему нужен командирский голос отрабатывать? Знаешь, что это командирский голос? Можно отдать приказ, можно его не выполнять, а можно отдать приказ и лучше его выполнить. Поэтому надо отрабатывать командирский голос. Женщины, в принципе, все тренируются. Люблю, когда муж рядом. Рядом, я сказала. По большому счету, здесь больше ничего не надо. Потому что всего лишь навсего один фокус. Фокус деньги, бизнес. Все остальное, текст вас научит, что говорить в таких компаниях. Один фокус. Это и проще, и навык очень простой. Здесь гораздо больше навыков, и фокусов больше. Работая отбором через продукт, вам нужно в голове держать простых потребителей, тех, кто на дополнительном заработке, и тех, кто типа бизнесменов. У них один процент, этих четыре процента, этих девяносто пять процентов. И с каждым из них вам надо разговаривать на своей волне. На их волне, а не на своей волне. Если вы с потребителями будете разговаривать, как человек, занимающийся дополнительным заработком, или лидер, они вас не будут понимать. Это вот то самое, когда я промоутер фильмов, пришел ребятам рассказывать, что за фильмы посмотреть. Я должен приходить к ним потребителям. А к этим людям я должен приходить как человек, который на дополнительном заработке. И никаких амбиций и финансовых остатков я не думаю. Потому что если я окажусь рядом с ними в своей красе, они бедные, что сделают? Им будет некорректно, неудобно, противно рядом со мной. Они будут считать себя, что они какие-то недоделанные, некомфортные будут со мной. И только с этими ребятами я могу быть тем, кем я есть. Три фокуса. Навык отбора убить в себе человека, который хочет зарабатывать деньги. Думать о том, что привлечение любое из добрых побуждений, из чего угодно, приведет только во вред. Потому что человек пришел мне сам. Я это долго не понимал. Когда я с американцами общался, помните, я вам рассказывал, 6 месяцев они мне говорят. Я говорю, что надо делать, давай тебе из философии, что делать надо. Они говорят, вот это, вот это, и вот это. Я говорю, я так и работаю. Они говорят, нет. Я говорю, а что, вот это, вот это, я так и работаю. Они говорят, ладно, тухой русский, смотри. Примерно с чеков в тысячу долларов, она будет маленькая по сумме, но правильная по сути. Если ты правильно построил этот товарооборот, и здесь 5% людей, из которых 4 плюс 1, и 95, тех, кому это было надо, то есть это им было надо. Не я их заинтересовал нужной продукцией, хорошей, ценной, а они считают эту продукцию нужной для себя. Если рассказывать про БАДы, то это не те люди, которые хотят лечиться. Соответственно, все механизмы найти больных, диагностики, врачи и все остальное, с этими людьми не будут работать. Потому что все, кто хотят лечиться, придут вылечиться и уйдут. Они же вылечились. Это временный товарооборот. Соответственно, нужны люди, которых интересует быть здоровыми. А это 5%. 95% хотят лечиться. Они хотят предложить ответственность за свое здоровье на врачи, те же специально для этого подготовленные товарищи. Эти должны прийти не для того, чтобы зарабатывать много денег и комфортно себя чувствовать. И надо знать, что с ними делать, с этими ребятами. Вот. Вот если в этом товарообороте он правильно построен, вы можете уехать хоть на 5, хоть на 10 лет, товарооборот не развалится. Почему? А здесь никто из-за того, что у вас какие-то способности, знания, внутренняя составляющая, уверенность и все остальное. Потому что они сами этого хотели. Вы не нужны как элемент внесения определенной энергии, уверенности, убежденности и всего остального. Понятно? Вот когда это дошло до 1000 долларов, они про большие суммы. До меня стало доходить. Как сделать товарооборот? Ну, грубо говоря, чтобы вы понимали, это от 20 тысяч чего-нибудь евро США. До 40 в разных маркетингах по-разному. баллов, VPCV, чего хотите. Очков. 20-40 тысяч. Вот если вы понимаете, что вы это построили и можете собраться, уехать, путешествовать, и все это не развалится без вас. Нет, не то, что наставники работают и так далее, а вообще просто в городе Н. Никто на какие-то события не ездит, ну, кроме одного процента. Потому что 4% на что на события ездит? Ясненько, о чем я отвечу. Вот это значит построено правильно, значит у вас все правильно в голове. Значит вы строите все-таки стабильный бизнес, а не просто финансовую схему, которая позволит вам бабки заработать. Но, большинство из вас столкнется с такой изумительной вещью, которая называется политика компании. система поощрения, обучения и всего остального прочего. Если компания очень любит вот этих вот людей, 1%, ну, или 5%, это компания, которая поощряет людей работать через бизнес. Она показывает чеки лидеров, особенно тех, кто быстро зарабатывает деньги, выносит такие пластиковые чеки с цифрами с красивыми девушками и выручает эти пластиковые чеки лидеров. Рейтинг. Это все элементы того, как сделать так, чтобы другие люди захотели прийти в эту компанию зарабатывать деньги, жить такой же жизнью, в которой живут лидеры. Зарабатывать столько, сколько зарабатывают лидеры, попасть в эту десятку лидеров и так далее, и так далее. Это компания, которая мотивирует людей работать через бизнес. В этой компании вам, чтобы работать через продукты, ребята, это очень тяжело. Вы будете плыть против течения. Грубо говоря, вам нужно не вывозить своих людей на события. При этом построить организацию будет очень тяжело, как вы понимаете. Практически. Только для очень сильных сетевиков опытных. Компания, которая работает через продукты, она должна любить и обслуживать потребителей. А вот что делать с этими людьми, знают сетевики. Их не надо учить, не надо мотивировать. У них есть самая мотивация это делать, они это понимают. Зачем они это делают? А вот этих людей надо любить и их ценить. Поэтому все, что вы знаете существующее в сетевом маркетинге по большому счету, все приемы, как мотивировать, как вывозить людей на события, как рассказывать им про большие чеки. Это все возбуждает, то есть вы, грубо говоря, занимаетесь не мотивацией, а манипуляцией с головой. И самое страшное в сетевом маркетинге это планирование. Я вчера немножко об этом говорил. Знаете, притчу софийскую по поводу того, что мужик едет на верблюде в Богдад, повстречает софийского мудреца и говорит ему, сколько мне до Богдада едет? Пожимает плеча и он в страну, мудрец едет дальше. Мудрец его догоняет, говорит, тебе ехать два дня. Он говорит, ты раньше ему сказать? Он говорит, я не знал с какой скоростью ты двигаешься. Когда вы планируете начинающему человеку, ребята, вы ему просто бошку срываете. У него своя скорость, вы не знаете, когда же какая. Он может пойти быстрее, может пойти медленнее. Чаще всего вы ему рассказываете историю успеха, по которой движется один процент людей. Вы даже четыре процента этих зайцев поубивали этим рассказом, потому что они не выдержат такой темп. Если вы не умеете ездить на машине, когда вы доедете отсюда до Киева? Когда научитесь, тогда вы можете сказать, когда вы доедете до Киева. А пока вы не умеете. Я вам говорю, ребят, отсюда до Киева 6-7 часов на машине. Вы такие, понял, никогда не ездили, садитесь. Смотрите, 6-7 часов, а вы еще не выехали из Харькова. У вас нарушение ожидания, облом. Вы говорите, этот бизнес не работает, при этом вы оплачивали пребывание в этом бизнесе и сваливаете из него. Поэтому одна из самых страшных вещей в этом бизнесе это планирование. Оно нужно не для планирования, а для возбуждения. Поэтому если бошки людям не срывать и объяснять, что сначала надо научиться. Вот когда ты научишься на АВК, а не знания, вот тогда будешь планировать сам свою собственную скорость. И одна из этих смешных вещей в том, что здесь в принципе даже можно не быть лидером. Вот здесь. Работая отбором через продукт. Можно вообще лидером не быть. мотивировать-то не надо ничего. Надо только отбирать. Ваши лидерские качества никак. Помните, я бы рассказывал, чтобы зарабатывали 5%, надо, чтобы 95% хотели их потратить. Да? Хотели их потратить. Я вам говорил, что 10 и 90% это критическое число. А если было бы 1,99%, было бы еще круче. Правильно? 99% человек, который пришли тратить деньги. А вдали их одному человеку. Он радостный. При этом он их убеждал, мотивировал, рассказал. Он их отбирал. Он говорил, ребята, у нас кофе хреновое. Официантов нету. Сами будете себе кофе готовить. Все, кто согласились, пришли, ему еще денег заплатили за то, что сами готовили себе кофе. Магазин санобслуживания. Вот. Он получил. Но они же сами хотели. Сами хотели. Вот и сами получают. Поэтому, в принципе, в этой системе даже не сильно важен, лидер чек или не лидер. Потому что 99% его товара, оборота и чека будут заставлять люди, которые завязаны не на бабках. 95%, которые только продукт нужны, деньги вообще не нужны. И 4% тех, кто больших денег не хочет, им дополнительного заработка достаточно. Таких людей навалом. Разрабатывают 500, 600, ну до 1000. И больше не собираются. у них любимая профессия. Семья там, ну и все остальное. Вот. И зачем мотивировать? Ребята мотивируют, только хуже будет. А зачем мотивировать вашу любимую колбаску покупать? вы все равно больше не купите. Правильно? А если купить, только один раз. Поэтому, когда я вчера говорил, что, ребятки, большинство компаний вам просто не позволит построить остаточный доход и финансовую независимость, меньшинство будет вам мешать. есть очень мало компаний, соответственно, вам нужны две вещи, как я вчера говорил. Вам нужен инструмент, если у вас такая цель, и навык. Навык все равно нужен. Вот. Если вы хотите через это идти, соответственно, тоже вам нужен навык и инструмент. и если навык у вас есть, инструмент у вас есть, то вы, в принципе, будете зарабатывать деньги, все нормально. Деньги будете зарабатывать. Только ваша система должна быть построена постоянно на набор новых бойцов взамен тех 95, которые погибают у нас при штурме высоты. Под названием финансовая счастье. Вот. То есть, когда пробелочку в следующий раз мультик смотреть будете, там на самом деле было много белок. Просто некоторые уже плюнули из этих старешек. Осталась одна стойкая белка.